добрый день снова я снова с новостями новостями хочу сказать пару слов о ремнях о том что производится на данный момент то что будет производиться что что произведено то что вы имеете и то что вы можете иметь вот как то так что давайте сразу начну предлагаю я вот такие вот ремешки натуральная коровья кожа очень толстая очень мягкая эластичная сзади вот так вот может кто не знает давайте сейчас я покажу то есть вы беретесь там ремень подвешиваете берете вот так вот рукой никаких премудрости просто так вот берете и все подтягиваете никаких проблем потому что тянуть там всем весом не надо виснуть на ремне не нужно поэтому вот эту ручку то есть как объяснить ручка нужно для того чтобы на нем висеть на ремне он так как ремень не для того чтобы на нем висеть вот он создан для того чтобы его просто так вот вот так вот и держать в такой вот натяге в легком натяге то есть он натянулся натянулся все дальше уже натягивать ее в ненужность еще сильнее, прям вот стараться это делать. Дальше он разборный, то есть вы можете разобрать, мало ли что в жизни бывает карабин, то есть не надо его каждый раз снимать, можно просто вертеть ремень, ее ремень будет у вас поворачиваться в нужной вам плоскости. Эта плоскость гладкая, я знаю, что многие любят по гладкому ремню покатать, не надо бывает тоже находит и тоже хочется катнуть, но после того как провести вот по этому месту, вот посмотрите, что эта полоска, она там ниже этого бархата, это не мятина, это просто-просто-просто чем-то проведено, вот, вот она рабочая часть, видите, она не лохматая, ворс не торчит, она гладкая, но на ощупь что-то есть в ней такое шершавое, вот это я называю волшебной страной, если у вас бритва вообще никак примерно не рубит волос и вообще не собирается это делать просто по этой стороне, 10-20 кругов, то есть вперед, вот, раз-два, круг, раз-два, круг, вот так вот, провели 10-20 кругов и ваша бритва будет волос рубить так, как никогда не рубила до этого ранее, чувствуете разницу, да, это просто на словах, но это мои слова всегда подтверждены делом, фактами, то есть я сам сначала пока не испытаю, пока я не буду убежден в том, что это так и никак иначе, вот этого всего, что я вам говорю, сказано не будет, сначала я на своих пробах, ошибках, достижениях, делаю свои выводы, свои тесты и и только после этого, когда уже я вот уверен, прям уверен, уверен, тогда я это говорю вам, так как это уже является фактом, а факт, ну, как говорится и в Африке, факт. Есть, конечно, сейчас покажу такие же ремешки, такие же ремешки, но с недостаточками, это бывают такие вопросы, например, когда есть ли у вас что-то подешевле, попроще, где же у меня такой, а вот он, нашел, вот, морщинки, у коров тоже бывают морщины, да, вот это только вот тут, где вы держите рукой, в принципе, это не рабочая часть, все остальное в шикардосе полном, вот, морщинки только вот тут, вот так, ну, естественно, этот ремень можно будет отправить со скидочкой, так как я, конечно, могу, то есть, вам прислать тихонечко вот этот вариант, но кто я после этого буду, это буду не я, поэтому я обязательно, то есть, сообщу, что, как, на самом деле, что, есть какие-то недостатки, или обязательно все это вам сообщаю, потому что честность превыше всего, это важно. По поводу ремней, вообще, ну, конечно, сейчас позвонили, так, позвонили, поговорили, дальше, по поводу ремней, есть такие ремни, Maduun Yapan Kanoyama, ну, Kanoyama, это у них так вот, фирма так называется, ремень так называется этой фирмы, я ничего за него не скажу, но нормальный ремень, нормальный, даже скажу больше, он хороший, но есть у него один большой недостаток, это неприличная цена, стоимость там, конечно, как будто вы купили небольшой, такой легкий самолет, но нет, конечно, там, ну, в самом районе, где-то двадцатки, они там болтаются, вот эти вот ремешки, там, опять же, тоже ценник непостоянен, там есть разные варианты, но если вы готовы себя баловать, вот такими изысками, конечно, лучше Kanoyama, но это, как вам объяснить, это пафос, это пафос в первую очередь, то, что у вас именно такой ремень, естественно, конечно, качество работы на этом ремне отличное, то есть я ничего плохого про этот ремень не сказать не ему смогу, но и сверхъестественного чего-то от него тоже ждать не стоит, это просто хорошо выделанный ремень, на котором просто хорошо править бритвы, нет там волшебства в нем, нет, уж поверьте мне, хорошие ремни, ни слова, там такого не скажу плохого, про Kanoyama, кроме его стоимости, что неприлично высока, дальше, есть такие ремешки, у нас по России очень распространено, распространение таких ремешков, это, я не знаю, там картон, наверное, там, нет, там даже не картон, картон более мягкий, там что-то такое близкое к фанере, вот, я не знаю, даже на нем нож бы, в принципе, не стал править никогда, никогда бы не стал, даже грубый нож, даже шашку там казачью, я бы не стал править, честное слово, потому что, ну, то есть себя не уважать, шашку, как говорится, не жалеть, я вам отрывок из видео ставлю, был обзор, Игорь из Нефтьюганска обозревал этот ремень, он тоже попался на этот, на это предложение, то есть, что к бритве нужен ремень, и тоже получил, вот это вот чудо, просто чудо, по-другому его никак не назвать, если там, таким приличными словами, вот, сюда, воткну, смотрите, и это лохотрон, короче, нас молодых, кто, имею ввиду, кто переходит, новичков, наказывают за такие вещи, что мы ни хера не знаем, а вот эту ерундень, продают, ну, в итоге, вот этот ремень, куплен где-то за 2 600, этот ремень, ну, картон, ДВП, если, во-первых, он дубовый, дальше, есть еще ремешки, тоже широко распространенные в России, Мадрен Чина, как ремень под пасту, вот именно, когда вы хотите подточить, там, подправить уже заточку, которая уже все, ну, никак уже, просто никак, надо ее подправлять, то да, под пасту этот ремень, подходит, уверенно, утверждаю, но то, что его в России продают, почти 2000, ценник за него, но это уже, как бы, ну, не знаю, может, по-моему, это перебор, а по, пониманию, вот этих вот продавцов, это норм, поэтому, я не знаю, кому-то норма, а кому-то это, то есть, ну, реально, просто перебор, то есть, править бритву, вот просто, как вот по чистому ремню, править бритву, на этом китайском ремне, можно, но, по возможности, не нужно, объясняю, почему, потому, что, в основном, это картон, прессованный, зерошенный картон, ну, зерошенный, наждачкой, по нему, попробуйте, просто возьмите, у кого, если есть, где-то, может, обрезки даже, прессованного картона, по нему пройдите, крупная наждачка, и вы увидите, что у вас получится, получится копия, иногда там бывает такое, что там даже продают кожу, прям реально кожу, кожу, но, там, какие-то, какой-то, то есть, получается, срез, такой обрезок, вот этот, вот, как бы, ну, срез с кожи, вот это не нужно, который нужно было вытянуть, его наклеивают, на картон, то есть, с одной стороны, ремень картонный, я вам фоточку, наверное, вставлю, жалко, у меня, такого ремня нету, вот, но, с другой стороны, вот этот, вот, самый, вот, срез кожи, то есть, ну, брак, хлам, мусор, но его наклеили на картон, и подают вам, как ремень для правки, в принципе, опять же, под пасту, вполне, вполне вариант, сейчас покажу, даже, кстати, секунду, вот, вот это, вот это, вот это, наклеенное, замазанное, это просто тестовый вариант, он у меня что-то, пока не прокатило, наверное, на нем я ничего не правлю, не точу, но не прокатило, вот это вот, тот срез кожи, наклеенный на картон, видите, красное, внизу, вот это картон, чистоганный, прям картон, и вот сверху, темная полосочка, над этим красным, сейчас покажу, вот этот вот, шлак, который должны были выкинуть, то есть, кожаный, именно кожаный, должны были выбросить куда-то в мусорку, но они сделали вот так вот, и еще раз продали, ну, сами понимаете, на таком ремне можно попробовать, поправить бритву, и может быть, у вас будет даже какое-то время получаться, я совсем вот, прям вот, в хлам его не вписываю, такие ремни, ну, это, какой-то такой вариант, ну, он, в принципе, для ножей, вот, нож на нем правит нормально, прямо нормально, нормально, вот, более, я думаю, даже не надо извращаться, но бритва, вы сами понимаете, тончайшая кромка, то есть, тоньше кромки, чем у бритвы, или как у бритвы, больше нет нигде, даже вот люди стамески затачивают, там особо тонко, особо прям круто, но до бритвы, они все равно, не дотягивают, и поэтому, так как ремень является неотъемлемой, обязательной, и первостепенной полезностью, именно вот, именно для бритв, то есть, необходимость, она необходима, это необходимость, то есть, для того, чтобы бритвы поддерживались, то есть, кромки, вот, особо острые, особо тонкие, в рабочем, отличном состоянии, то есть, у вас может быть, не быть, чего-то другого, вы можете даже, к примеру сказать, намазывать мыло на лицо, просто, вон, рукой, можете, там, каким-то, помазком, там, за 50, за 30 рублей, я даже, видел, таким мазким, 30 с чем-то рублей, в магазине, просто обычным мылом, каким-то, банным мылом, там, обычным этим помазком, за 30 с чем-то рублей, вы можете, просто всем этим, то есть, не баловать себя вот так вот, то есть я давно кстати раньше так делал, я не буду скрывать, да, у меня помазок китайский был какой-то простейший вот мыло обыкновенное 200 граммовое, я на нем прям мыли помазком намазал, взбивал пенку и брился, и мне все устраивало, сейчас просто мне надарили много вот этих баночек с мылом я пользуюсь поэтому ими разницы по сути нет в бритье единственное, что плюс то, что мыло в баночках, оно уверенно держит эту пенку на лице хотя опять в бритье мне это не помогает, просто просто балую себя, балую себя тем, что мне подарили если бы мне не подарили, как и помазок подаренный вот, от Игоря из Ниссиуганска, кстати спасибо Игореха балую себя этим помазком не было бы у меня этого помазка, так и было бы у меня китайский дешевый помазок и ванное мыло и бритьем было бы столь же комфортно, как и сейчас это баловство в принципе, я не говорю, что этим баловством мне надо пользоваться ну, кто вас еще побалует, как не вы сами правильно? то есть можно есть просто кусок сахара рафинада а можно, например, съесть безе допустим, да? то и то сладость какая-то, но разница же на лицо, как говорится вот, так же и тут то есть можно просто не заморачиваться а можно заморочиться вот лишь для того, чтобы себя побаловать ну, в принципе, по ремням сказал все в общем, если в общем несу ремешки на склад если будет позже, позже будет спрос на подобные ремни там у меня много очень вариантов там вариантов кожи, вариантов выделки, вариантов просто цветовой гаммы там, все что угодно почему у меня большой выбор? потому что мало того, что со всей страны в принципе готовы сделать такие варианты но берите больше у меня рядом находится город в котором несколько раньше вообще было штук 20 хромовых заводов где вот именно выделывают кожу всякую разную какую только можно и как только это вообще возможно сделать на данный момент осталось 3 таких завода в том же городе потому что коммунизм закончился как и многие параллельно заводы вместе с коммунизмом но 3 завода до сих пор отлично работают и любой каприз у меня связанный вот с такими кож делами как говорится без проблем единственное что у меня надо было просто найти время вот сегодня например собрать эти ремни вот такие вот ребамбасы полирнуть эту кожу еще допом потому что она была уже полированная но хотелось прям особой полировки вот и все потому что что-то у меня сегодня вот именно с бритовыми позаниматься ну нет тяги в смысле оправы сделать а я знаю что я сейчас могу упереться и это сделать но как это выйдет хочется чтобы с душой поэтому сегодня у меня перерыв это я за работу не считаю как работа для меня это нет это просто легкая какая-то разминка нечего делать вот и поэтому эти ремни уже есть на складе там потому что только сейчас одна штука это просто будет еще на склад допом лежать там ну и все приятно было снова увидится ничего что каждый день ну надеюсь что не очень надоел поэтому всем здравия добра увидимся